всем огромнейший привет у меня наконец-то случился отпуск поэтому я вас приглашаю в влог мы собираемся на 4 ночи под киев сосновель пока забронировали на 4 ночи а там посмотрим возможно нам понравится и мы продлим и плюс еще посмотрим по погоде потому что она такая нестабильная и очень тяжело что-то запланировать и настроение у меня сейчас такое как как будто я собираюсь куда-то на море хотя честно говоря я собираюсь под киев в лес к бассейну но я так соскучилась по вот этому ощущению сборов перед поездкой что честно говоря меня это абсолютно не смущает что я еду куда-то не на моря все равно я безумно счастлива безумно рада сейчас до собираем вещички и будем уже выезжать собираю вещички конечно панамку в первую очередь положила вчера кепку купила это наверное первая кепка которая на меня села идеально до этого это были какие-то очень странные экземпляры также еще зары недавно пришла мне сумочка такая пляжная она оказалась кстати намного больше чем я думала но думаю будет в самый раз книжку еще взяла у меня здесь новенькая для отпуска тоже замечательно будет положила еще подстилку знаете самое важное выложила в первую очередь купальник у меня там еще лежит остальное то потом как-то стоила эта подстилка 279 гривен учитывая то что она довольно плотная и еще большого размера то я считаю это прям супер находка я последнюю прям урвала в магазине и чем не она еще безумно понравилась это то что внутренний край здесь внутренняя сторона она фалькированная из-за этого не будет холодно либо влажно не будет лежать ну и плюс можно потом протирать спокойно и не нужно каждый раз и стирать либо бороться как-то с грязью все удобно все практично тем более еще и тепло и она огромная и очень приятная на ощупь еще купила вчера спф так экстренно забежала в браккард от ланкастер это спф 50 из серии санбьюти санбьюти эта серия у них и для загара чтобы он ложился лучше и плюс еще и защита то есть это такое два в одном средства это двухфазная жидкость ее нужно хорошо смешивать и потом распылять на кожу и мне вчера консультант брызнула на руку она прям очень хвалилась этим спреем и сказала что он замечательный он вообще невесомый как водичка на коже но у меня все-таки жирность ощущалась на руке я решила что это наверное из-за чересчур большого объема на такую часто кожу она мне сюда на ладонь прям так нормально набрызгала ну буду пробовать посмотрим в любом случае моя посылка с call beauty никак не успевала уже прийти поэтому пришлось что-то купить а это мне показалось средство очень интересным еще вот это чудо мы с собой конечно же будем брать мы своих не бросаем самой не оставим поэтому повезем я единственное переживаю чтобы она из домика не выбегала потому что найти ее в лесу потом будет очень тяжело ситуация такая что еда собрана одежда еще нет кроме таких разных вкусняшек здесь еще есть у нас фрукты это дима съездил на столичный рынок обожает он на рынок любят там выбирать ходить набрал черешни вкусненькой здесь еще персики и моих любимых нори набрал господи как я их обожаю я могу есть их бесконечно сбросил мне фотографию этого кроссворда когда был магазине я посмеялась он говорит я купил его я такая ладно в общем вот так вот вырисовывается наш досуг еще для досуга возьму свой нинтендо наконец-то я смогу наиграться вдоволь в animal crossing потому что эти ребята каждый день здесь сидят и с упреком на меня смотрят почему у меня не хватает на них времени вроде бы едем на несколько дней не так надолго но я вчера решила пройтись по магазинам подкрепить вот это вот свое настроение сборов перед отпуском зашла в крокс чисто посмотреть потому что дима носит ему нравится удобные говорит чисто посмотрела теперь у меня есть розовые кроксы они нереально мне нравятся потому что они мне напоминают кеды и здесь вот этот носочек он не такой изогнутый как в классических кроксах ну и потом меня консультант спросила буду ли я их украшать и меня не осталось никаких шансов я отказать потому что там столько всего интересного вот это сердечко я не уверена что переживет отпуск и контакты с водой но я буду за него держать кулачки сердечко это мне тоже понравилось оно очень круто будет выглядеть сейчас это все вставлю и пока у меня есть еще такая ромашка но почему-то мне кажется что я на этом теперь не остановлюсь вот просто как она почувствовала какую-то движуху с утра и такая что-то здесь не так и залезу на всякий случай под кровать теперь будем сейчас ждать и когда она выйдет хотя мы вообще не доставали ни переноску нее вещи не собирали просто чуечка у нас есть семейная традиция опаздывать и сегодня не исключение уже пол третьего у нас встречи кин и мы совсем слегка чуть-чуть чуть-чуть опаздываем но мы кошку очень долго ловили и плюс я еще очки свои потеряла нужно было время чтобы перерыть весь шкаф а потом найти их спокойно лежащими в кармане курточки которая висит на тремпеле но зато мы уже выехали это прогресс тенюшка у нас вот здесь вот на заднем сиденье мы застилаем сиденье каким-то полиэтиленом чтобы шерсть не прилипала потому что тканевые салоны и потом очень тяжело убирать так что у нее не прям таки лухури место конечно но она не жалуется особо немножко плачет иногда ну так а чисто для вида чисто показать что как бы нечего было отрывать ребенка дневного сна а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь столик есть с двумя стульчиками. И заходим вовнутрь. И совершенно небольшое помещение. Здесь, по-моему, то ли 12, то ли 15 квадратов. И мы, когда выбирали, то видели фотографию ванной. Там, где шторка, прям рядом с туалетом. И писали люди, что заливают водой пол. А я зашла только что. И здесь абсолютно другой душ. Здесь есть трап. И я счастлива. Фен есть. Ну и всё остальное стандартное. Здесь тёплый пол. Чувствуется, что есть подогрев. Мне ногами стать голыми абсолютно комфортно. Есть крючки ещё. Для полного счастья полочек мне не хватает. И вот так открываешь дверь. Она уже упирается в кровать. Ну, то есть, тут находиться желательно вечером, утром ночевать. А в течение дня по комплексу гулять. Потому что не очень. Прям много места. Тесновато. Но, в принципе, нормально. Как стандартный такой гостиничный номер. И мне очень нравится вот эта вот терраса. Я прям представляю, как мы вечером тут будем сидеть. Кушать и наблюдать вот этот красивый вид. На улице, кстати, довольно тихо. Не слышно шума. Но при этом есть шум от бассейна. Это музыка. Она такая не очень навязчивая. А в целом ощущается тишина природы. И мне это так нравится. После Киева это прям душу отвезти. Кстати, стёкла затемнённые. И с улицы не будет видно, что вы делаете в номере. Это хорошо. Кровать из двух частей состоит. Надеюсь, мы не будем разъезжаться. Здесь есть холодильник небольшой. Телевизор. Батарея, которая пока не нужна. Ещё одна тумбочка. И шкаф с зеркалом. Кондиционер. Шкаф прям, ребята, очень маленький. И здесь всего два тремпеля есть. Ну и сейчас буду думать, куда эту всю одежду раскладывать. Выходи, зайка. Это твой новый дом. На следующие четыре дня. И под кровать здесь особо, кстати, не залезешь. Одеваться тебе некуда. Ты соседям включил. Да? А мне ещё тут включили. А? А ну на два, да? Значит, мы её контролируем весь мир. Соседям праздник устроили. Девять часов утра. Я уже сделала зарядку. Проснулись сегодня всем. Дима уже занял лежаки. Уже пришли, подумали. Переложим сейчас на другие. Потому что решили, что здесь солнце будет лучше. Ну, в общем, выбор есть. Не так, как в Турции. Хотя мы по привычке побежали, конечно, с утра пораньше. Но люди здесь ещё спят. Ну, и плюс будние дни не так много людей. Здесь обычные лежаки по бокам. Там есть такие, как VIP-лежаки. За них доплачивать нужно. И есть ещё вот такое вот ложе для богинь каких-то. В целом очень красиво вокруг сосны. И если бы не музыка, то была бы тишина абсолютная. Ну, а с музыкой повеселее, конечно. Сейчас пойдём на завтрак. Мы брали только с завтраками. Но можно взять ещё пакет с обедом и ужином. Завтрак с 8 до 10. И благодаря нашему сегодняшнему раннему подъёму, думаю, что хорошие там ещё будет разнообразия к тому времени, как мы придём. Только не прыгай. Ну, можешь, знаешь, закрутиться так, как этот, как в лаваш. Кислостно. Ты как будто бы в отпуске. А так? Так как будто бы радуешься в отпуску. Гамаки — это, конечно, тот ещё кайф. Так круто лежать, так приятно покачиваться. Смотреть на верхушке сосен, там солнышко. Такой релакс-релакс. И воздух здесь такой свежий. Несмотря на то, что жара на улице, всё равно ощущается, что ты в лесу. Они по минимуму вырубали деревья чисто для домиков, для бассейна. А так всё осталось. И есть ощущение, что ты в такой сосновой роще. И воздух здесь, конечно, соответствующий. И у меня есть некоторые проблемы с носом. Но здесь они начали каким-то магическим образом проходить. Чему я не могу нарадоваться. Музыка 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 На территории такой шатёр стоит. Там теннис настольный есть. Он бесплатный. Есть ещё бильярд, но он за дополнительную плату. А сейчас там корпоратив какой-то. Там ещё прокат есть. Можно взять велосипеды, удочки. Музыка Либо ещё вот такие машинки. Это всё уже за денюжку. И там есть ещё зоопарк. Сейчас пойдём посмотрим. Он небольшой. Здесь вольеры по кругу расположены. И, кстати, когда будете выбирать домик, то лучше выбирать подальше от зоопарка. Можно зайти на сайт, посмотреть карту расположения шале и выбрать. И я сейчас ещё дойду к одному месту. Покажу, что не только могут быть и звуки не очень хорошие, но и запахи. На меня тут уже страус бежит. Нужно чуть-чуть подальше отойти, потому что здесь вольер не такой уже высокий. На самом деле шея у них довольно гибкая. Только посмотрите на эти глазища. Какие ресницы у тебя красивые. Такие лапы мощные. Вон два ещё там кушают. И, кстати, у них довольно чистенько. Я бы не сказала, что их в каких-то плохих условиях содержат. Хотя, честно говоря, не очень приветствую зоопарки. Но сегодня пасмурно. К бассейну не пойдёшь. Поэтому куда-то ходить нужно. Это да и вам показать. Тут две овечки есть. Они сегодня отдыхают. А нет, даже три. Вон третья ещё в уголку сидит. Баранчик. Баранчик горячит. У него даже травка вон есть свеженькая. И как-то он не очень дружелюбно, конечно, настроен. Поэтому давайте дальше пойдём. Здесь осёл кушает. Вот такие вот звуки примерно слышат люди, которые живут недалеко от зоопарка. У нас, кстати, домик 49. Он расположен далеко. И звуков я не слышу никаких. Но читала много отзывов, что есть жалобы. Поэтому нужно так хорошо выбирать расположение. Потому что можно потом очень плохо спать из-за этого. Посмотрите, какие они дружные. Вот это мой любимый вольер. Два маленьких пони. Беленькое и чёрно-белое. Здесь такие маленькие странные петушки есть. Карликовые. Прям такие крошечные-крошечные. Видно, что с характером парни. Гусю как-то не особо нравится. Индюку тоже не особо нравится. Окурочки себя вообще нормально чувствуют. Вот так вот. Кутерявые. Я вас кормить ничем не буду. Запрещено вас кормить. Хотя, конечно, хочется. Вы, милоши, ищите. Ну и мы подошли к последнему вольеру. Из-за которого не только звуки вам могут мешать, но ещё и запах. Это свиньи. Ну, в общем, да, они тут есть. А я пошла, потому что это невозможно здесь рядом находиться. Всё, осёл, пока-пока. Котов, кстати, очень много на территории. Я уже 12 насчитала. Особенно, если кто-то где-то готовит шашлык. Здесь можно брать мангал в аренду. По-моему, около 500 гривен за сутки. Дрова вам выдают и сетку выдают. И коты сбегаются сразу туда, где есть мясо. Их очень много. И они такие упитанные, красивые. Одно удовольствие за ними наблюдать. Буквально сразу возле входа и находится этот зоопарк. Очень много охранников. Здесь закрытая территория. Так просто не зайдёшь, не заедешь. В том году можно было заезжать машинами внутрь. А сейчас они разрешают. Поэтому все машины стоят за территорией. Но, честно говоря, не страшно. Потому что охранников очень много. И они постоянно ходят. Постоянно за всем следят. Поэтому в этом плане я спокойно на все сто. Вот так выглядит ещё корпус основной. Там есть спа на минус первом этаже. Мы ещё туда не ходили. Но можно 2 часа в день без доплаты ходить в спа. Там есть хамам, есть соляная комната. И ещё есть сауна. Сегодня погода, конечно, подкачала. Поэтому, думаю, сегодня как раз и попробуем их. Есть ещё на территории озеро. Оно немного зеленоватое. Но от него запаха никакого нет. Здесь такая тишина. Так приятно гуляться. Можно по кругу его обходить. Здесь никогда никого почти нет. Поэтому, если хочется уединения, то вам сюда. Здесь купаться, само собой, нельзя. Но можно ловить рыбу. Там есть даже место специальное для рыбаков. Можно удочку взять напрокат. И себе тоже спокойно посидеть. Послушать птичек. Наловить рыбы. С этой стороны забор. И чьи-то частные дома. Либо дачи. Не знаю даже. Но выглядят очень красиво. Просто послушайте птичек. Особенно сейчас, когда нельзя находиться в лесах, то это какой-то подарок судьбы. Потому что ты вроде бы находишься и не в лесу, но и легально в лесу. И есть ещё вот такие жители, малыши. Их очень много. И они такие забавные. За ними можно стоять и наблюдать часами. Я отошла подальше, чтобы их не пугать. Они выплыли всей стайкой. Ну, какие милые создания. Обожаю уточек. Ну, у такого отдыха, конечно, есть один нюанс. Это комары. Это муравьи. Это разнообразные насекомые. Возможно, с которыми вы не планировали встречаться. Как я со спреем от комаров. Теперь я вся обкусанная. Особенно сегодня пасмурная погода. Небо дымкой затянуто. Нет абсолютно никакого солнца. И комары чувствуют себя отлично даже днём. Хотя вчера днём их не было. Они ближе к вечеру. Все вылетали. А сегодня я утром делала зарядку. И меня три комара укусило. Хотя вчера в солнечную погоду в это время их не было. Так что будьте готовы к этому. У леса тоже есть свои нюансы. Помимо очень чистого воздуха, красоты и наслаждения. Завтрак сегодня был примерно такой же, как и вчера. Единственное, вчера ещё фрукты были. А сегодня их не было. Но мы вышли сегодня позже, чем вчера. Я опять ела гречку. В общем, если есть гречка, то я нигде не пропаду. Гречка, огурчик, помидорчик, кофеёк и всё. Я выживу где угодно. Здесь беседки есть возле озера. Можно их арендовать, если вы большой компанией. Шашлык сделать. Там мангалы есть. И по территории тоже ещё много беседок. Много лавочек. Много урн. И что меня ещё удивило, много розеток. Даже под открытым небом. Насчёт удобства в номере. Всё в порядке. Вода горячая есть. Кондиционер хорошо работает. Никаких у меня нареканий абсолютно нет. И нам ещё такие соседи хорошие попались. Они ложатся рано спать. Там семейная пара. Они тихие. Их абсолютно никак не слышно. Рано встают. То есть у меня такое ощущение, как будто мы действительно находимся где-то в лесу, в безлюдном лесу. И даже никого нет рядом. Хотя если пройти дальше в ту часть территории, там где рядом зоопарк, то там больше таких тусовочных компаний. Там больше делают какие-то шашлыки. Сидят до трёх, до четырёх ночи. В общем, нам как-то так повезло. Это было одно свободное шале. Оно нам попалось. И очень даже классно вышло. Здесь за территорией есть такие тропы, дороги. Я думаю, что мы сегодня возьмём велосипеды на прокат. И покажу вам, как за территорией можно выезжать на велосипедах за пределы территории. И это хорошо, потому что территория в принципе не маленькая. Но, честно говоря, где здесь час кататься на велосипеде не особо понятно. А так можно и в лес съездить и посмотреть окрестности. Думаю, будет очень интересно. Вот за такие моменты я и обожаю такие места. Меня ни корни ничем. Дай мне природу, дай мне тишину, дай мне спокойствие. Лавочка. Можно кататься, качаться, смотреть на озеро, смотреть на сосны, слушать тишину и птичек. Так, ну круто же. Вот там ресторан, в котором мы и завтракаем, и обедаем, и ужинаем. И вот возле ресторана можно ещё павлинов найти. Они тоже довольно шумные ребята, но сейчас у них какой-то тихий час после завтрака. С этой стороны от бассейна есть гриль-пар. Там алкоголь можно купить, если вы вдруг пьёте. Также можно ещё буркер с картошечкой взять. И либо там за столиками покушать, либо прямо у бассейна. И сегодня людей не очень много. Плюс ещё вода не подогревается. То есть и купаться в принципе не очень, и загорать особо тоже не очень. А с той стороны от бассейна есть ещё шале. И вот как раз таки они возле зоопарка будут. Территория красивая, ухоженная. Может не идеальный газон, но за ним следят. Постоянно его стригут, поливают. Сорняки удаляют, подметают. Работники каждый день здесь трудятся. Мягкие ножки, пяточки сладкие. И у кошки спа, у всех спа. Тебе только халатик белый, да, не положили? Вот порядок. Давай промассажируем, пятки почешем, почешем. Всё. Хорошо, отдыхай. Если бы неплохая погода, то мне кажется, мы бы это вообще не нашли. Крытый бассейн. Бильярд. Даже тренажёры есть. Пойдём солью дышать. Как оказалось, на великах даже к Дисне можно выехать. И мы посмотрели только что пляж. Там такой песочек хороший. Люди купаются, много людей. Поэтому, если есть желание, то можно даже не на твёрдых лежаках возле бассейна, а на песочек к речке. Но у нас не было ни купальников, ничего. Поэтому мы просто посмотрели. И сейчас поедем ещё покатаемся. Трава сухая такая. Здесь лето, конечно, ощущается вообще по-другому. Там так в комплексе вылезано всё. А здесь натураль. Такое лето, как я привыкла. Ты мне насобирала букет полевых цветов? Да, это тебе. Ооо, спасибо. Пожалуйста. Это лучшие цветы. Потому что от всего сердца есть любовь. Спасибо. Пожалуйста. Фух, накатались мы, конечно, знатно. Нашли какую-то школу заброшенную. Там немножко так криповых вайбов поймали. Прикольно было на самом деле. Потом ещё поездили по полям, по лесам. Так, но ездились. Там ещё везде песчаная такая дорога. Поэтому тяжело было. Пока мы ездили, распогодилось. Поэтому идём сейчас загорать и купаться. Потому что жарко очень. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Завтра уже выезжаем. Намыли себе снэков, так сказать. Сейчас будем ходить по территории и кушать. Это уже когда 30+. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня так прохладненько, я даже рубашку приодела, сейчас уже будем собирать вещи, в 12 у нас выезд, ночью, конечно, очень страшно было, я долго не могла уснуть, очень страшно, во-первых, потому что ты в лесу, во-вторых, выглянула на улицу, света вообще не было. И так слышно, дождь была в этом шале, ой, меня муравей кусает, я обкусанная, прям вдоль и поперёк сейчас будем ехать домой, нужно заехать в аптеку, купить какой-то крем от муравьёв, от слепнев и от комаров, в общем, от всего, чего только можно. Складываю чемоданы и сейчас положу косметичку, которую привезла, достала и положу назад, потому что здесь декоративная косметика, которую я зачем-то привезла, но ни разу абсолютно не доставала. Единственное украшение брала, браслетик на ногу, я его носила практически весь отпуск, а остальное так и пролежала, для души, свозила, так сказать. А косметичка с уходовой косметикой, конечно же, в ходу была, у меня без разных активов, просто такие увлажнялки лёгенькие, тоник мой любимый, здесь кремчик для лица, понаходила маленькие форматы, как раз они пришлись в тему, вот этот взяла закончить, он уже практически к концу подошёл, сыворотка увлажняющая, очень мне понравилась она от The Inkey List, тоже увлажнялочка, патчами пользовалась, маска для куб, единственное массажёр я тоже ни разу не доставала, тоже для души возила, крем для глаз у меня сейчас, вот такой от Lancome, и вот эта сыворотка от Charlotte, как раз тоже в тему пришлась, небольшой объёмчик, и я почти всё использовала, а это два Диминых средства, тоже пользовался, так что вот это вот съездила абсолютно не зря. Как защиту от солнца я брала два средства, Ultra Violet, 50 здесь SPF, ни разу у меня лицо не обгорело, но это мой любимчик, он у меня всегда на повторе, и я так щедро наносила, но кожа себя хорошо чувствовала, и ещё брала вот этот Lancaster, который я вам показывала в начале видео, почти он закончился, здесь осталось совсем немного, я абсолютно довольна этим средством, насколько оно крутое оказалось, у него такая маслянистая основа, при этом оно наносится как водичка, кожа при этом блестит, но не чувствует себя перегруженной, такое вуальное средство, кожа шёлковая, мягусенькая, и тоже ни разу абсолютно я не обгорела, хотя я находилась на солнце и в 12, и в 2 часа дня, но всё прекрасно, так что взяла вот так вот на свой страх и риск, и очень-очень-очень осталась довольна, и у меня есть огромное желание его повторить. Главное перед использованием его встряхнуть, потому что оно двухфазное, и если я наносила где-то в ванной, то потом на полу оставались какие-то следы, но их спокойно можно убрать, какой-то влажной салфеткой, никаких проблем с этим нет, и на одежде может ещё немножко такой оранжевый оттенок остаться, если вы надели одежду, оно ещё не впиталось, но в целом, если я лежала просто на лежаке и наносила на себя, то никаких пятен я не замечала, и после купания ещё немного на коже оно оставалось, то есть его можно было обновлять, но не прям, чтобы так критично, так что отпуск мой прошёл без проблем с обгоранием, но с проблемами с укусами от насекомых, так что имейте в виду, будете сюда ехать, а обязательно просто берите какой-нибудь спрей от насекомых, тем более вот в такую погоду, когда дождь проходит и большая влажность, то они прям очень наседают, и не очень это приятно, но я думаю, что это всё поправимо, это такие пустяки. Тина, как тебе? Отдохнула? Ну не под кроватью, ноги уже хорошо. Дыши со словом воздухом. Кто сейчас опять в квартире в Киеве? Духота летняя. Домой. Домой.